вот такие вот шняшки разбрасывали российские оккупанты это те самые люстры которые распламеняются и поджигают все вокруг сейчас мы с вами рассмотрим что за хрень используют свин собаки наши мыши братья чтоб поджечь все вокруг я думаю видели и слышали про какие-то гирлянды небе вот у нас на дачном оперативе были разбросаны вот такие вот штукенции и они вызывали пожары много домов у нас сгорело немножко подожгли поля лес а сейчас попробуем поковыряем посмотрим шошина такое какое-то белое вещество внутри немножечко под коварнем это штукенция не сработало она скорее всего поджигается сразу еще в небе когда сбрасывается с того же града и аккуратненько с соблюдением техники безопасности мы наковыряли ну и теперь попробуем поджечь убираем остаток берем горелочку то есть штукенция это довольно неплохо горит можно наковырять немножечко побольше а то у меня получилось наколупать примерно столько и попробуем это поджечь довольно ярко и видно что большая температура горения возьмем еще взял побольше поджигаем дыма много но даже вот эту вот алюминиевую баночку тончайшую она не прожгу ну для того чтобы обеспечить пожар в экосистемах эта штука годится и наконец посмотрим как это штука работает в сборе поджигать будем с помощью бенгальского огня поехали и 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 очень проблематично. Возможно, действительно, там есть какое-то количество фосфора. И вот так оно горит уже, наверное, полминуты до полного выгорания. Замечу, сейчас идет дождь. Попробуем кусочек палочки положить. Ну, горит она довольно долго. Жарко. Да, да. Возможно, действительно, тут и есть какой-то белый фосфор. Интересно себя ведет. Действительно, для поджигания всего вокруг годится. Ну, вот как-то так. Такие вот гирлянды мы с вами сегодня разобрали и испытали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!